Украинская столица 11.00. Мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире. Дважды с полуночи российско-оккупационные войска нарушили тишину в зоне проведения операции объединенных сил. Как рассказал ЮЭТВ представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах, под огонь боевиков попали Крымская в Луганской области и Широкина, это Юг Донецкой области. За прошедшие сутки боевики 36 раз обстреляли украинские позиции, 5 раз использовали оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, минометы калибром 82 мм применили по украинским оборонительным пунктам в Лебединском на Приазовье. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытно, Маринки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водянова и Широкина. Потерь среди личного состава объединенных сил нет. По данным разведки трех оккупантов уничтожено, девять получили ранения. Ситуация на Донбассе и противодействие российской агрессии обсудили президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны отметили, санкции в отношении Кремля будут сохранены до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая аннексированный Крым. А цена агрессии для России будет расти. Также Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали действия в рамках инициативы о размещении миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая неконтролируемый участок границы Украины с Россией. 8 августа 2008 года Россия ввела войска в Грузию. С того момента начались пять кровавых дней войны. По официальным данным, в конфликте с грузинской стороны погибли около 400 человек. Из них 220 гражданских и 162 военных, которые пытались остановить вторжение России в их страну. Семьей одного из них, 19-летнего Ливана Медилашвили, которого наградили посмертно наивысшим орденом страны имени Вахтанга Гаргасали, встретилась моя коллега Юлия Башко. Она узнала, как живут в Грузии 10 лет спустя. На столе подходит тесто для хачапури. Сыр для него Лейла Медилашвили привезла из родного Ахалгори. Село оккупировали в 2008 году. Женщина иногда ездит через линию пересечения проведать сестру. Она осталась в так называемой Южной Осетии. Им очень трудно там живется. Детей там нет, одни старики остались. Лейла рассказывает, на оккупированной территории у ее семьи остался двухэтажный дом, огород и домашнее хозяйство. Коровы и овцы все бросили в один день. Это наша спальня. Комнаты маленькие, но ничего, мы привыкли. Но лучше было бы, если бы могли вернуться домой. Семья живет в поселении для беженцев Церавани. Муж Лейлы Афтандил работает садовником городской мэрии. Ухаживает за парками, получает зарплату 200 лар. Это почти 80 долларов. Пятидневная война забрала у них не только дом, но и старшего сына. 19-летний Ливан Медилашвили служил в 4-й мотопехотной бригаде Грузии. Когда семья узнала, что он оформил контракт, мать начала плакать. Там может быть война, могут убить. Он сказал, мама, какая разница? Человек один раз рождается, один раз умирает. Афтандил вспоминает первые сообщения о сильном обстреле Цхинвали начали поступать примерно в полночь. Президент Грузии Саакашвили приказал начать военную операцию против сепаратистов в Южной Осетии. Когда объявили тревогу, он был в увольнении. Ему позвонили и сказали, если можешь спрятаться. Он отказался. Я не женщина, а мужчина. Я должен защищать свою родину. То, что ситуация в регионе накалялась, было понятно еще в начале лета, вспоминают грузинские журналисты Мурки Гурадзе. По его словам, уже тогда происходили провокации, стычки между южно-осетинскими формированиями и грузинскими полицейскими. Несмотря на то, что на территории Южной Осетии тогда стояли российские миротворцы, сепаратисты использовали крупнокалиберное оружие. Тимур и еще три журналиста въехали в Цхинвали 8 августа. Боевые действия были в самом разгаре. Думали, что город под контролем грузинских военных. Мы шли по городу, снимали, что происходит, и увидели группу вооруженных людей. Нашу группу расстреляли. Двое журналистов погибли. Тимур и еще один его коллега был ранен. Их допрашивали, били. Когда обнаружили удостоверение журналистов, отправили в подвал Цхинвальской лечебницы. Конечно, я был очень испуган. В середине августа, благодаря международным организациям и коллегам, Тимур вернулся домой. Россия ввела свои войска на территорию Южной Осетии, якобы под видом операции в Цхинвальском регионе по принуждению Грузии к миру. Поводом для начала операции стало то, что якобы из-за действий грузинских войск пострадали российские миротворцы, а также граждане РФ. Все наши попытки как-то повлиять на ход событий с помощью наших партнеров в европейских столицах, в Вашингтоне, к сожалению, они не увенчались успехом. Тогда, можно сказать, что в принципе, международное сообщество не поверило, что это может произойти. И оно произошло, произошло. И так там и началось. Вот вся эта серия, которая потом продолжается в Крыму, продолжается в Украине. Боевые действия продолжались пять дней. Погибли 162 грузинских военных. Беженцами стали более 25 тысяч человек. Семья Медилашвили искала сына четыре месяца. До последнего надеялись, что жив, что в плену. Тело опознали по анализу ДНК. Я не люблю это место. Мой дом все еще в Ахалгоре, где я родилась и выросла. Это не мой дом. 19-летнего Ливана наградили посмертно. Медалью за отвагу и орденом Вахтанга Гаргасали. В поселении для беженцев Церавани, где сейчас живет его семья, Ливану поставили памятник. Из Грузии Юлия Башко, Евгений Савицкий, UATV. Вывести войска из Южной Осетии и Абхазии призвали Россию с Соединенные Штаты. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Наурт. По ее словам, Вашингтон не признает так называемую независимость Южной Осетии и Абхазии. Регионы Южной Осетии и Абхазии являются частью Грузии, а не России. Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Грузии, ее независимость и территориальная целостность в международно признанных границах. Это наша позиция, и она не изменилась. Соединенные Штаты призывают Россию вывести свои войска из Грузии. Преодолеть 200-метровую полосу, задержать условного нарушителя и найти запрещенные вещества. В Днепре стартовал всеукраинский чемпионат кинологов и их служебных собак. Участники из национальной полиции Украины, государственной пенитенциарной службы и пограничники. За звание лучшего соревнуются 36 пар. Собаки и их хозяева должны быстро и без ошибок пройти полосу препятствий, найти вещественные доказательства и гильзы на условном месте преступления. Кроме того, кинологов и их собаки испытают на психологическую выносливость. И только после этого определяют лучших. На каждое тяжкое и особо тяжкое преступление, кроме следственно-оперативной группы, кроме работников уголовного розыска, всегда выезжает кинолог с собакой. Выезжает на убийство, телесное повреждение или обнаружение оружия и взрывчатки. Это очень важное подразделение в системе нацполиции. И солнечная еда. Блюда, приготовленные с использованием только солнечной энергии, готовят в Китае. Местные изобретатели разработали специальную установку, способную заменить традиционные способы жарки или варки еды. Как она работает, расскажут мои коллеги. Никаких кастрюль, сковородок, плед, духовок или гриля. Эти повара готовят все от хот-догов и мисса супа до блюд высокой кухни, используя только солнечную энергию, специальные колбы и зеркала. Это полезно и ново. Мы берем эту установку с собой в машину в путешествии. Начали использовать ее в публичных местах, где запрещено разжигать огонь. На деле оказалось, что это очень удобно. Люди удивляются и спрашивают, не опасно ли это. Но нет, это безопасно. Возможности этой инновационной установки повара демонстрировали на фестивале в китайском городе Дэчжоу. Участники готовили супы, легкие закуски, тушили и жарили мясо с овощами. Впечатляли посетителей возможностями солнечной кухни. Действительно удивила свинина. Она отличается от приготовленной обычным способом – вареной или жареной. Такой способ готовки объединяет их преимущества. Мясо мягкое, вкусное – в это трудно поверить. Чтобы приготовить даже самое простое блюдо в такой установке, приходится постоянно экспериментировать, рассказывают повара. Ведь невозможно установить точную температуру в колбе и заблаговременно рассчитать время готовки. Когда работаешь с солнечным шефом, ты должен постоянно экспериментировать. Рассчитывать, сколько времени уйдет на приготовление мяса и овощей с учетом погоды и температуры. Это намного рискованнее и сложнее, чем на моей предыдущей работе гриль-шефа. Разработчики инновационной кухни надеются, уже через 10 лет полпланеты будет готовить блюдо с использованием солнечной энергии. Александр Кулибаба, UATV.